Утро на Болткоме 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 И жизнь продолжается, люди продолжают летать, и, как говорится, было бы желание. И те компании, которые остались на плаву и продолжают оказывать услуги латвийским гражданам, с удовольствием помогут спланировать поездку в те страны, в которых возможно путешествовать и которые открыты для поездок. — Ну вот здесь как раз и вопрос. Ведь, по моей логике, самолеты летают, есть возможность самому куда-то отправиться, но, наверное, брать на себя еще дополнительный риск, то, если человек приобретает путешествие через турфирму, у него есть какие-то больше гарантии того, что в случае, если ситуация пойдет не так или что-то произойдет, ему не нужно будет заботиться о себе самому, то есть ему придут на помощь. Естественно, вот все данные исследования, которые публикуются в последнее время, они говорят о том, что возросла роль туристического агента и особенно локального туристического агента. Потому что что произошло в марте, когда был локдаун, фактически очень много латвийских путешественников, которые бронировали свои поездки самостоятельно или бронировали свои авиабилеты, делали гостичные резервации на сайтах в интернете, они фактически оказались в ситуации, когда они не смогли связаться с поставщиком этих услуг, они не смогли получить эти деньги, которые они заплатили обратно. Многие даже жаловались в Латвийскую ассоциацию турагент с просьбой помочь, но мы можем помочь только исключительно с нашими членами, те, которые входят в АЛТУ, и фактически у латвийских путешественников в случае какой-то конфликтной ситуации всегда есть возможность обратиться в ТАЦ, это агентство по защите прав потребителей, и любую конфликтную ситуацию можно решить, и всегда Центр по защите прав потребителей будет на стороне латвийского клиента, а если услуги приобретаются за границей, тем более на неизвестном сайте, который не подчиняется латвийскому законодательству, то фактически клиент остается один на один с проблемой, я знаю, что очень много случаев, когда фактически наши путешественники потеряли деньги, и никто им не смог в этой ситуации помочь, поэтому для тех, кто собирается путешествовать из Латвии, я думаю, что самый лучший и надежный путь это обратиться к латвийским турагентствам, прежде всего к членам Латвийской ассоциации туроператоров и турагентств АЛТА, то есть можно зайти на сайт alta.net.lv и посмотреть, кто из компаний представлен, я думаю, что это самые надежные на сегодняшний день поставщики туристических услуг в Латвии. Ну то есть лучше искать через интернет, потому что мы видим, что очень многие офисы закрыты, турагентств, вот проходя по городу видно, что буквально там заколочено, все в райком закрыты, все ушли на фронт. Я думаю, что многие агентства действительно максимально свернули свою деятельность в режиме оффлайна, но многие продолжают работать в режиме онлайна, многие перевели своих сотрудников на удаленную работу, благо нынешние технологии это позволяют, поэтому я думаю, что не проблема получить консультацию в режиме онлайн, по скайпу, по зуму, через ватсап и высказать все свои пожелания. И я думаю, что профессионалы нашей индустрии, те, которые остались, те, которые не переклифицировались, несмотря на призывы нашего министра финансов, я думаю, с удовольствием помогут спланировать поездку, так, чтобы люди могли не только улететь, но и прилететь, так, чтобы их поездка была застрахована на все возможные, скажем, риски, в том числе и на риск подхватить COVID, такие страховки сейчас тоже есть, поэтому я думаю, что в данный момент скупой платят дважды, то есть, может быть, в интернете где-нибудь на сайте, который не принадлежит латвийской компании, можно найти цену чуть дешевле и на перелет, и на проживание, но в любом случае, я думаю, надежнее обратиться к латвийскому поставщику туристических услуг в это время. Ну и учитывая, что ситуация все время меняется, меняются ограничения страны какие-то, то открывают, то закрывают границы, меняются правила, которые нужно соблюдать, опять-таки, это, скорее всего, вся информация у профессионалов меняется, но обновляется оперативнее, чем ее искать самому в интернете и надеяться. Абсолютно верно, ситуация меняется не по дням, а по часам, фактически даже мы это видим на примере полетов в Великобританию, один день полеты запрещаются, через несколько дней полеты разрешаются, логику какую-либо здесь проследить очень сложно, поэтому всегда имеет смысл обратиться к профессиональному турагентству, которое поможет разобраться во всех этих хитросплетениях и также поможет, скажем, захиджировать все возможные риски, которые связаны с аннуляциями или с отменой рейсов, или с отменой бронирования. В общем, я знаю, что наши, я могу сказать, на примере нашей компании Baltic Travel Group у нас выделена горячая линия, и фактически наши клиенты могут 24 часа в сутки связаться с нашими турагентами. И в ситуации, когда они попадают либо в локдаун, либо не могут вылететь, либо возникают какие-то сложности, мы всегда приходим на помощь, и я думаю, что мои коллеги из других туристических компаний также готовы прийти на помощь. И опять же, вот события в марте, когда весь мир погрузился в локдаун, были закрыты многие направления, авиакомпания аннулировали рейсы, и возникли сложности с возвращением на родину. Многие турагентства работали в режиме 24 часа в сутки, в таком оперативном, чтобы вернуть всех латвийских подданных на родину. Ну и эта ситуация, я думаю, продолжается и сейчас. Я напомню нашим слушателям, вице-президент Латвийской ассоциации туристических агентов и операторов Владислав Корягин с нами на Крыгой связи. Если у вас есть вопросы, вы можете звонить, задавать их 6-7-212-93-9-6-7-213-93-9, писать на WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Вот один из действительно вопросов мы вчера, по-моему, тоже в прямом эфире пытались выяснить. Для вылетающих за границу тесты на COVID необходимо, ну в ряде стран, по-моему, и в ряде авиакомпаний требуют результатов теста отрицательного на коронавирус, чтобы у человека был на руках. Вот это все тоже как бы координирует? Естественно, естественно, да. Мы это все координируем, мы проверяем и во время оформления поездки, и за несколько часов перед вылетом. Так что на сегодняшний день, к сожалению, нет какой-то единой системы. То есть есть планы внедрить так называемый COVID-PASS на базе платформы commonpass.org, то есть есть такая инициатива. То есть на сегодняшний день у каждой страны свое собственное законодательство, которое регулирует этот вопрос. Единства нету, но с целью синхронизировать законодательство в этой сфере и сделать передвижение между странами более понятным, логичным, скажем, и таким транспарентным. То есть сейчас идет кампания по юнификации законодательства. Я думаю, что несколько месяцев или недель пройдет перед тем, как эта программа будет принята также и в Латвии. Во всяком случае, наша ассоциация активно призывает присоединиться к этой программе, чтобы латвийские путешественники, которые, скажем, имеют тест на антитела, или которые здоровые, или которые уже прошли вакцинацию, чтобы они могли свободно перемещаться в другие страны, где такая система уже работает. То есть на сегодняшний день мы немножечко подстаем, и я имею в виду на уровне Европейского Союза. Мы видели на примере прошлого сезона, что часть стран были открыты для путешественников при наличии тестов на отсутствие коронавируса. В Латвии, к сожалению, такой программы и не было, и фактически это полностью убило весь въездной туризм в этом сезоне. Если бы у нас была такая программа, то я думаю, что мы бы могли бы работать в таком нормальном режиме, ну, как минимум, несколько месяцев. При этом, скажем, страна Кипр, которая тоже страна Евросоюза, жителям из Латвии не было никакой необходимости сдавать какие-то дополнительные тесты. То есть фактически в онлайне заполнялась форма, где путешественник подтверждал, что он не болеет коронавирусом, и это служило основанием для беспрепятственного проезда на Кипр. То есть мы видим, что в разных странах ситуации совершенно разные, и опять же, как мы сейчас видим на примере этого зимнего сезона, в таком популярном направлении, как Арабские Эмираты, в Дубае действует система, когда любой путешественник при наличии отрицательного теста на COVID может спокойно приезжать в эту страну, наслаждаться отдыхом, и страна не вводит таких ограничений, губительных для экономики, и не только для туристического сектора, но и для всей экономики. То есть вот этот пример, например, в Дубае мог бы послужить для нас тоже таким образцом, как можно действовать для того, чтобы привлечь... Да, 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 да. И сейчас очень много стран разрабатывают стратегию, как, скажем, действовать в условиях постковида. Понятно, что вирус так просто не пройдет, и несмотря на то, что уже сейчас началась вакцинация, все равно я думаю, что какое-то время нам придется с ним жить, и нам надо просто приспосабливаться, как жить в этих новых эпидемиологических условиях. Но я думаю, что есть два пути. Один путь – это как бы никого не пускать или всех сажать на карантин. И это, скажем, такой путь тупиковый, потому что он ведет к массовому банкротству предприятий туристического сектора. и к тому, что государство вынуждено будет выплачивать компенсацию, либо все-таки как-то приспособиться, максимально себя обезопасить и не убивать экономику, но при этом и не подрывать здоровье латвийских граждан. То есть я думаю, что нам надо двигаться во втором направлении, чтобы, как сказать, и волки сыты, и овцы целы. А вот вакцина, только в Латвии, по-моему, три вакцины сейчас, которые активно вакцинируют население, но в мире есть и российский спутник, и еще разные разработки. Вот здесь не может ли быть какой-то проблемы и сложности, какой-то градации, я не знаю, туристов? Вот ты вакцинирован спутником, значит, у тебя будут вот такие права, ты вакцинирован другой вакциной у тебя. Насколько здесь будут ли признаваться, например, вакцины, которые не получили одобрения окончательного ВОЗ? И вот такие вот нюансы. Ну, я думаю, что надо все-таки отталкиваться от того, будет ли та вина вакцина одобрена ВОЗом, как вы уже сказали, потому что я думаю, что ВОЗ – это все-таки универсальная организация, всемирная, и она координирует деятельность национальных правительств. Поэтому я думаю... Еще раз я, как я уже сказал, на сегодняшний день идет работа над созданием вот этого общего паспорта. Программа называется Common Pass. Желающие могут зайти на сайт commonpass.org и посмотреть. И я думаю, что человечеству придет к унификации, к стандартизации всех этих процедур, чтобы действительно вакцины между странами признавались и какое-то, скажем, движение между странами началось. Вот вы уже упомянули внутренний туризм. Насколько вот эта сфера туристического бизнеса выживает? Насколько она... В какой она ситуации по сравнению с внешним туризмом? Ну, опять же, по итогам 2020 года, в связи с тем, что фактически международный туризм был остановлен латвийским жителям, единственная возможность куда-то отдохнуть, это было на латвийских курортах. То есть, поэтому большой популярностью пользовались домики деревни, гостиницы на побережье. Я думаю, что это был один из самых лучших сезонов для ассоциации «Лауку Целютайз». Но в то же самое время надо понимать, что вот этот спрос, он был вызван тем, что фактически границы были закрыты. И сейчас, допустим, также многие из гостевых домов и гостиницы уже попали под ограничения, связанные с COVID-19, и ситуация тоже не такая радужная. Поэтому понятно, что в условиях, когда никуда дальше границы и не выйдешь, потому что по возвращении надо соблюдать 10 дней самоизоляцию, такие места отдыха пользовались огромной популярностью. Но если все-таки говорить глобально о сфере туризма в Латвии, то основные, скажем, игроки, основные работодатели и основные плательщики налогов, это все-таки не гостевые дома, многие из которых работают, скажем, в такой серой налоговой зоне. Да, это крупные гостиницы в Риге, конференц-гостиницы, спа-отели. И загрузка, скажем, в Риге в начале осени не превышала 10%. Сейчас, мне кажется, и того меньше. Многие гостиницы вынуждены были закрыться. То есть мы видим, что порядка 30 гостиниц в Риге остановили свою деятельность. Ну и, конечно, большой вопрос, вернутся ли эти гостиницы к полноценной деятельности весной. Будут ли финансовые средства у владельцев возобновить работу, взять сотрудников обратно. Будут ли эти сотрудники готовы вернуться, или они уже найдут работу в других сферах народного хозяйства. Поэтому, конечно, вообще латвийский туризм оказался в такой довольно трагической ситуации. Если смотреть по данным за 2019 год, латвийский туризм давал порядка 4,5% внутреннего валового продукта. И порядка от 8 до 10% рабочих мест было именно в сфере туризма. И фактически после марта эта отрасль пережила такую катастрофу. Была разгромлена. То есть многие игроки вынуждены были закрыться, свернуть свою деятельность, распустить персонал. И вопрос, что будет после того, как туризм начнет восстанавливаться, сможем ли мы вернуть эту сферу к жизни и вернуть, скажем, персонал, снова заинтересовать работников, чтобы они пришли и продолжили работать. Потому что, опять же, если эта сфера не восстановится, я думаю, что мы столкнемся с большими трудностями. Ну, во-первых, скажем, все-таки, говорю, туризм, как я уже сказал, была такой курицей, которая несла все последние десятилетия золотые яйца. И это была одна из ведущих экспортных отраслей народного хозяйства. И плюс, скажем, те инвестиции, которые были сделаны частным капиталом в туристическую сферу, это вот открытие и гостиниц, и конференц-залов, и ресторанов. Они сделали возможным проведение в Латвии многих крупных международных мероприятий, таких как президентство в Латвии в Евросоюзе, саммиты НАТО, крупные спортивные мероприятия. Да, вот сейчас большой вопрос, что произойдет, допустим, в Латвии, если все-таки состоится в этом году чемпионат мира по хоккею. В Латвии приедут хоккейные команды и болельщики со всего мира, а у нас фактически наши гостиницы так и не смогут оправиться после этого зимнего сезона, где будут жить все эти люди. Поэтому тут вопросов довольно много, и на сегодняшний день мы пока не видим такой, скажем, стратегии, как государство планирует вообще развивать туризм и как мы хотим позиционировать Латвию в это постковидное время. Вот единственное, что мы услышали от наших министров, что нам туризм не нужен, работники туризма пусть ищут все работы в других отраслях, и в принципе мы не собираемся поддерживать эту отрасль экономики. Мне кажется, эта политика очень такая недальновидная. Опять же, понятно, что в данный момент туризм, может быть, не приносит доходы в латвийский бюджет, но, опять же, надо посмотреть на ситуацию не с позиции сегодняшнего дня, а стратегически, и понятно, что через год как утверждают уже все международные туристические организации, ученые, что пандемия пойдет на спад, и жалко будет начинать все с нуля, потому что государство не протянуло руку помощи индустрии в непростое время. А что можно было сделать все-таки, какие были бы, если озвучить эти пожелания индустрии туризма правительства? Ну, во-первых, я думаю, самое главное пожелание, чтобы далее нормально работать, как я уже привел пример Кипра, то есть тех же самых Арабских Эмиратов, есть целый ряд инструментов, которые позволяют не останавливать международный туризм, но при этом не подвергать опасности жизни латвийских граждан. То есть есть система тестов, система COVID-пассов, справки, то есть я думаю, что если бы Латвия вела бы систему тестирования там за 72 часа до прилета в Латвию или же тест по прибытию на месте, такие тоже, я знаю, сейчас тесты во многих странах происходят, это бы не сделало бы ситуацию, скажем, такую трагичную, как она сейчас есть. То есть я думаю, что у нас должна быть более продуманная политика в плане этих возможных рисков. На сегодняшний день у нас такой политики нету, мы просто видим, как СКДЦ каждую неделю в пятницу вечером публикует список стран, откуда требуется самоизоляция по возвращению, ну и вот на протяжении последних месяцев единственная страна, из которой не требуется самоизоляция, это Ватикан, причем как из этого Ватикана прилететь и минуя Италию, да, непонятно, поэтому это такая, знаете, уже шутка, фактически фактически вот то, что СКДЦ принимает такие решения, которые становятся такими основополагающими и любые попытки туристического отрасли как-то договориться, либо о том, чтобы эти данные публиковались в начале недели, либо как-то изменить вот этот алгоритм, да, они ничему не приходят, причем даже министр транспорта Линкайтис, то есть он постоянно говорит о том, что все решения там по по поводу отмены или запрета полетов, они фактически гробят латвийскую авиацию, да, и понимаете, у нас такое чувство, что внутри правительства решение абсолютно, скажем, не синхронизируется, да, и какой-то единой позиции нету, то есть один день мы выделяем 250 миллионов на спасение Air Baltic, но при этом запрещаем Air Baltic улетать, в то же самое время в Вильнюсе, в Литве многие рейсы разрешены, которые запрещены в Латвии, соответственно, Air Baltic открывает свое представительство в Литве, чтобы выполнять те рейсы, значит, через которые, на которые существует запрет из Риги, да, и, соответственно, латвийские граждане, которые там хотят куда-то добраться, они вынуждены ехать на автотранспорте, добираться до Вильнюса, и уже потом из Вильнюса лететь на самолетах нашей национальной авиакомпании, то есть, какой-то вообще, понимаете, абсолютный бардак, да, причем, вот мы даже видим на примере последних решений, да, об отставке министра здравоохранения, то есть, мы видим, что какой-то координации, едино-командные работы на сегодняшний день в правительстве не существует, и каждый тянет одеяло в свою сторону, но это касается, конечно, и туристической индустрии, которая больше всего пострадала в результате этой пандемии. А вот предложение использовать гостиницы в качестве места для самоизоляции на время, значит, в прилет, ну, после прилета или размещения ковид-больных, например? Ну, знаете, это как бы решение хорошее, но немного запоздало, да, ну, запоздало с вещами, потому что мы еще осенью предлагали такую можно меру внедрить, я думаю, что если бы эта мера была бы принята осенью, то, я думаю, 30 гостиниц бы не закрылись, да, то есть, это бы помогло бы сохранить, то есть, у нас одно дело, что эти решения принимаются довольно-довольно поздно, и вот опять же, вчера я только вычитал, что наш министр экономики предложил внести на рассмотрение кабинета министров предложение о том, что вот компании, которые затронуты к ковидом, значит, чтобы им выделялись деньги на оплату офиса, да, но опять же, вот, допустим, у туристических компаний бизнес упал уже начиная с марта, да, и мы уже давно просим и пишем письма, чтобы нам как бы помогли свести с концами и заплачивали бы нам наши накладные расходы, да, но это решение вот только сейчас будет обсуждаться в правительстве, да, почти год прошел, да, и опять же, да, скажем, определенная помощь оказывается, да, но опять же, если анализировать и смотреть то, что происходит в других европейских странах, это помощь, ну, минимальная, и в большинстве европейских стран, там, Франции, Германии, государство сказало, да, у нас существуют ограничения на туристическую деятельность, но мы хотим, чтобы предприятия работающие в сфере туризма сохранились, сохранились бы рабочие места, в связи с этим большинство сотрудников отправлены на ферлоу, на дикстары, да, на пособия по простою, которые выплачиваются там, начиная с марта, и сегодняшний день, я думаю, я знаю, во многих странах там, вплоть до первого июня эти пособия выплачиваются, плюс работодателям выплачиваются пособия на аренду помещений, на там, на связь, на какие-то текущие расходы, да, что позволяет компаниям удержаться на плаву, в нашем же случае, в латвийском, нам говорят, вот у нас есть возможность обратиться за финансовой поддержкой в Алтум, но надо не забывать, что Алтум это прежде всего кредитное учреждение, то есть фактически это кредит под проценты, опять же, я знаю, что во многих странах этот кредит, он беспроцентный, да, почему в Латвии эти деньги еще облагаются процентом, почему государство на этом еще хочет как бы заработать, вот тоже такой очень-очень-очень-очень большой вопрос, то есть фактически мы еще раз говорю, видим, что во многих странах Евросоюза работникам оплачивается пособие по простою и работодателям оплачиваются все накладные расходы и это сделано с целью, чтобы компании остались на плаву. В нашей же ситуации, в латвийской ситуации компании фактически загоняют в долговую яму, да, почему даже, говорю, в рамках Евросоюза такое неравномерное распределение этой помощи, но это тоже довольно большой вопрос, на который у меня ответа нет. Вот у нас буквально пара минут осталось, но хотелось бы услышать прогнозы на 2021 год, ожидаете ли вы каких-то улучшений, насколько здесь вот вакцинация может восстановить, помочь восстановлению авиасообщений, туристических перелетов в частности, и вернется ли когда-нибудь, будет ли мир прежним, условно говоря, или нам придется теперь уже держать в голове необходимость ношения масок, всевозможных паспортов, вакцинации и так далее? Я думаю, что скажем, на уровень 2019 года мы вернемся года через 3-4, это опять же не только мое мнение, но мнение всего экспертного сообщества, я думаю, что вот эти меры предосторожности, они будут сохраняться, но тем не менее все-таки есть надежда на то, что с учетом роста провакцинированных граждан эпидемия пойдет на спад, количество смертельных случаев будет снижаться и скажем, по таким умеренно оптимистическим прогнозам восстановление начнется во второй половине 2021 года и может быть мы вернемся где-то показателем 40% от 2019 года, в любом случае, я думаю, позитивный момент тот, что люди хотят путешествовать, это желание, оно никуда не пропало, поэтому я думаю, что как только цифры пойдут вниз и как только ослабят ограничения на соблюдение самоизоляции, я думаю, что нас ждет туристический ренессанс, я думаю, что у нас будет такой взрыв спроса, и все те, кто сидели в заточении и находились на самоизоляции, не с удовольствием вернуться к традиционным до ковида туристическим поездкам, поэтому я смотрю на будущее с оптимизмом и надеюсь, что туризм вернется не сразу, конечно же, но он вернется, и мы снова сможем путешествовать по Европе и по всему миру, как это было до марта 2020 года. Владислав Корегин сегодня с нами был на прямой связи вице-президент Латвийской ассоциации туристических агентов и операторов. Спасибо большое за интервью, хочется пожелать удачи и, конечно же, удачи туристическому бизнесу. Всего доброго. Спасибо большое. Спасибо.